Друзья, сегодня 10 января 2010 год, скоро новые приключения, опять путешествия, как вы видели в моем канале, едем на Шри-Ланку, потом должна быть Индия, Индонезия, вернемся в Россию. Соответственно, нам пригодится валюта, глядите, я забил сколько курс доллара на сегодня, Google показывает, снижается, 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 но, соответственно, потом будет разворот только. Так говорят трейдеры, сегодня взял, да закупился на 5000 долларов с утра, Тинькофф, курс был 61.50, сейчас уже больше. Вот видите, у меня освещит 5095 долларов, у меня на счету, сделал важное дело. Так, что же дальше, также у меня подоспел вклад один в Ситибанк, давайте придем туда. Вот Ситибанк также говорит, что у меня было списание за лаунж. В Ситибанке у меня с прошлого года был открыт вклад на 122 дня для новых клиентов под 6,7%. Не знаю, сейчас он действует или нет, но, кстати, если он действует, подождите, я эту страницу открывал, мы сейчас здесь можем увидеть. То есть, я приглашаю вас, во-первых, карточку взять и открыть на этой странице, просто-напросто берете и вбиваете ваше имя и телефон. Вот так. То есть, вы получите тоже какие-то бонусы, вот как раз считаете, у вас вдруг получится 3000 рублей, есть такую же карточку, как у меня, сделаете. Вот она, Сити Приворити. Ну ладно, самое основное, вклады какие-то, ссылка будет внизу, но потом мы вернемся в биометрии, мы вернемся к другим банкам. Сити Приворити, вклады, по вкладу 5%, но тоже неплохо. Сейчас же я буду переоформлять по 4,5% на 3 месяца, поскольку я уже не новый клиент. Что нужно мне для этого сделать? Кстати, хочу сказать, Сити Приворити довольно прикольная функция, мультивалютный кошелек, который же самораспознает. Валюту, которую выгоднее списать вам. Так, сейчас у меня деньги 7,5 миллиона уже выплатились на рублевый счет, поскольку вчера был закрыт депозит, ведь 9-го числа. Теперь мне нужно просто открыть ДЭП, вклады, управление. Также в управление я могу и валюты новые добавлять. Всего 10 валют в Ситибанке. Я скажу, почему Ситибанка продолжает пользоваться. Потому что тут есть такая услуга, лаунжки. Я уже смотрел вклад Smart, мне больше всего подходит, выберите с какого счета. И лаунжки. Срок. А, сначала сумму. Полтора миллиона. А все остальное потратим. Полтора миллиона нужно всего лишь для поддержания бесплатного использования лаунжки. Если у меня не будет, это бесплатные услуги, то мне нужно платить 30 баксов. Где-то ставки повыше. 5,5 процентов. Может быть 6 где-то. Но, знаете, я посчитал, если я могу проходить 4 раза за месяц в лаунже аэропортов и не платить за это, а если я плачу 130 долларов за человека, то у меня суммарно это даже больше получается, чем какой-то депозит в другом банке, где условия более выгодные по вкладу. Я продолжаю путешествовать. Что же, что же, что же. Инструкции по депозиту неправильные. Может быть не возобновлять надо мне. SmartPad продолжить. Ну да. Закончится 10 апреля. Я подтверждаю. Идут пароль. Извините, пауза. Ну и все. Разместили депозит. Вернуться к списку счетов. Теперь можно обновить. Ну, как бы на карточке получается 28 тысяч. Еще есть сберегательный счет. Надо потом почитать. Мне кажется, надо на накопительный все двигать. Накопительный счет обеспечивает пассивные бабки. Так же, как и вклад. Но с накопительного счета мы можем денежки брать в любой момент и на карточку двигать. Итак, разобрались с сити. Продлили депозит. Открыли, вернее, новый. Если вы также хотите купить доллары, как я это делал, то заказывайте себе карту Тинькофф, дебетовую Black и используйте ее как мультивалютную. Вот, ссылка в описании. Деньги. Также у меня хранятся в Совкомбанке некоторые. Вот. Чтобы стать их клиентом, тоже закажите карточку Халва. Она бесплатная. Получится 18 месяцев разручки. Вот. Ссылка в описании. И если будете пользоваться картой Халва, вам будет дополнительный процент ко вкладу. Если будете размещать там вклад. Давайте еще вам покажу. Вот, ребята, я показываю вам лаунж Ки, о котором говорил. Смотрите, они делят количество проходов от меня и гостей. Вот. То есть, до этого мне кто-то говорил в комментариях, что все это засчитывается едино. Ну, не знаю, не знаю, честно. По сути, да. Итого визитов клиента гостей 2, посещение гостей 1. Вот у всего у нас было 4 визита. В ноябре 2, в декабре 1, в январе пока 1. И еще будем в январе вылетать. Опять-таки, я и жена будем проходить. Вот, пока не могу сказать, что было бы при третьем визите, к примеру, они засчитали бы, как всего 6 визитов или нет. Но пока мы укладываемся. Поэтому карта City Priority с лаунж Ки и страховка на меня за полтора миллиона вполне устраивает. Очень классная штука. Так что тут я еще наоткрывал. Значит, это я показал, это показал. Доллар, покупайте. И осталась единая система биометрии. Этой штукой я воспользовался, оцифровал свое лицо, голос в июле. Но так еще не применил нигде эту функцию. Но о чем речь на самом деле? Биометрия единая биометрическая система, EBS иногда, вот так ее называют, позволит открывать счета, делать вклады, получать кредиты. Ну и даже иногда, в будущем вернее, вот в приложении показано, проходить на посадку на рейс по лицу. Вот так. Система распознает ее у вас в фасттрек. Крутая штука. Пока это еще не внедрено. Цифровой отпечаток лежит, хранится 3 года. Вот видите наверху, сколько у меня действует. И что же можно? В мобильном приложении доступна одна функция. Открыть сберегательный счет в почту банк. Чуть позже это сделаем. Ну и, а на сайте доступна функция, чуть-чуть больше функций. Боже, боже, боже мой. Так, вот с компьютером можно. И вот услуги открыть. Дебетовые карты, считая вклады, кредитные карты, потребительский кредит и товаров кредит. Вот дебетовая карта от Тиньков. Та, которую я вам рекомендовал. Вот. Заводите ее по моей ссылке. Потом считая вклады, почта банк. И промсвязь банк. Промсвязь банк хороший банк, рекомендуем. Пока не убираю его по определенным условиям. Вот халва опять-таки в совком банке. Вот берете и заказываете по моей ссылке. Но если бы у вас была биометрия, вам не нужно было бы даже в банк приходить. Вроде бы как. И еще товар в кредит. Который предоставляет хом-кредит банк. Так, что же мы попробуем? Ради эксперимента. Почта банк. Давайте. Я никогда не был клиентом почта банка. Оформим. Что-то. Надо установить приложение сначала. Так, что же у меня тут дебетамоунт. Полтора миллиона разместили. Круто. Ждем пока загрузится приложение. Приложение загрузилось. Нажимаем оформить. А еще же нет. Загрузилось. Открыть. Начать пользоваться. И виртуальный помощник. Молодец помощник. Так я хочу по биометрии все это сделать. Как пользоваться? Телефон напишите. Погодите. А если я тут? Оформить. Чудно. Сейчас я напишу телефон. Но секретно. По факту. Номер телефона установили. Пин-код. Фингерпринт. И нам уже карту выдали. Больше возможностей хочу. Могу отправлять пуш-уведомления. Ну давай. Как связано это с биометрией? Вы мне скажите. Я пока не понимаю. Идутся работы. По обслуживанию сервера. Попробуйте позже. Так. Хочу по фингерпринту. Залетаю. Все еще работаю или как? Все. Онлайн карта мне доступна. История операций. Ну ребят. Она хорошо. На самом деле. То есть заблужусь. Принцип предложения мне нравится. Обучение. Это правильный момент. Только я не понимаю. Как это с биометрией связано? Открыть сберегательный счет онлайн. Может быть. Клиентом зарегистрирован в единой биометрической системе. Все правильно. Вот. Так. Ну это у нас все уже есть. Открыть счет онлайн. Вход через госуслуги. Мне нужно пароль ввести. Секундочку. Используем автозаполнение. По факту биометрия это дополнительные данные для ваших госслугов. Услуг для вашего профиля. Я проходил биометрию в Совкомбанке. А до этого пробовал в Сбербанке. Но в Сбербанке они не смогли. Так. Смотрите. Чтобы подтвердить мой профиль. Нужно показать лицо. И в помещении должно быть шумно. Начнем. Вот такой взлохмаченный. Но ничего бывает. Вот. Оба-на. Вот это круто. Предоставление прав доступа. Предоставить. Нажали далее. Пришел код. Подтверждаем. Явка принята. Счет будет открыт в течение 5 минут. Круто. Реквизиты будут под видео. Есть что деньги скидывайте. Шутка. Надеюсь видео было полезным. Я даже не знаю. Почему польза. Сберегательный счет. Об условиях сберегательного счета надо почитать. Когда мы поймем в чем польза на самом деле. Какое красивое приложение. Вот. Подождем. Может 5 минут. Так вот же друзья. Смотрите. Сберегательный счет. Имеется. 4%. Если 50 тысяч положить на данный счет. Два варианта пополнить. Да. С моего счета. С карты любого банка. Ну и еще третий. Такой беспонтовый. Вот. С карты любого банка. Мы можем даже закинуть остаточные средства. Которые на сети банке лежат. Да. В принципе. С любого. С любого. Но подумаем. На самом деле. Классный вариант. 4%. Это хорошо. Потому что я помню. В сети банке. Это максимум. Был. Такой вариант. По сберегательного счета. Но надо все продумать. Также пришло уведомление на электронную почту. О том. Что кто-то идентифицировался. Единой биометрической системе. В этом мобильном приложении. А если вы хотите пройти биометрию. То вам нужно открыть сайт bio.rtru. Тут огромная карта. Введете адрес. И вам подскажут. Эта карта подскажет. Куда прийти. С паспортом и с НИЛСом. Чтобы идентифицировать свое лицо. Вот. Потом данные. Если надоест. Вы можете удалить. Из базы данных. Зайдя в свой профиль. Госуслуг. На этом. Все. То есть. Можно даже приложение качнуть. Вот оно приложение. Очень простенькое. Тут точно так же. Где чего и как. Для чего нужен цифровой образ. Так что. Ищите приложение. Оно называется. Биометрия. В Google Play. Или. Апсторе. И вы все поймете. Что. Как. И для чего. Надеюсь. Видео. Хоть и длинное. Но было полезно. Поэтому. Ставьте лайк. И подписывайтесь на канал. Жмите колокол. Будут еще. Классненько. Уведомлялки. Приходить к вам. В окно. Вот так. Стучатся. Бум-бум. Смотри меня. Пока. До новых встреч. Субтитры создавал DimaTorzok aaaa. Субтитры создавал DimaTorzok